Ребята, сейчас вы увидите уникальную позицию для танкования на СТ-2, которая вообще перевернёт, блин, весь бой. Это сражение стало одним из лучших по натанкованному дамагу вообще в этом патче. Причём он танковал один против безумной толпы врагов. Смотрите до конца, я отвечаю, не пожалейте, очень классный бой вас ждёт. Итак, давайте уже начинать. Играет наш герой на двух стволочке, недавно завезённый, так сказать. Хотя уже давно, но всё равно чувствуется такая новизна в этом танке по сравнению с тем же, например, что сзади нас движется товарищ на Т110Е4, который пишет, что ещё пару боёв, и пойдёт стол разбирать. Видимо, непонятно, либо он серьёзно собирается стол разбирать, либо он у него так горит от танков, что он хочет уничтожить своё рабочее место. Ну да ладно. Проезжаем вперёд. Гриль-15 откуда-то получил подгод. Непонятно, как он потерял ХП. Суперконь, наверное, по нему стрельнул там просто так быстро, что я не заметил его выезда. Ну да ладно. Проезжает вперёд СТ-2, и Суперконю можно зарядить дуплетик. Дуплетик не отъедет. Поэтому всего один снаряд отвешиваем здесь, кадешим тут же второй. И сейчас надо выезжать из этого Суперконя отсюда выгонять, потому что, ребят, как вы видите, на фланге здесь всё быстро как-то начало развиваться. И наша команда давит это направление, в отличие как раз-таки от другой стороны. Вот там справа враги, наоборот, едут толпой по этой линии. Если они сейчас выкосят Е-100, то будет очень тяжело. Так, Суперконя сняли. 2-7-7 там поехал обходить этих пацанов, а нам Е-3 прописывает вбок рикошет на 750. И СТ-2 так обалдел от этого, что аж ржёт там в чате, Е-3 танканул бортом. Ну, это рандомно. Представьте, как горит одно место у этого Е-3, и одно, ребята, в течение этого боя у вражеского Е-3 вообще будет гореть очень сильно. Почему? Узнайте чуть позже. В общем, СТ-2 понимает, что ехать дальше, это получать один за одной плюхи от Т-110 Е-3, и, возможно, от Яги Е-100, которая там в F-2 стоит, тоже стережёт выезд. Поэтому, наверное, правильное решение принимает. Лучше вернуться назад и помочь с дефом другой стороны. Потому что там вообще всё проиграно, и здесь впереди С-7, и, походу, будет сейчас дуплет. Да, ребята, на 787 мы закидываем. Перезарядочка, конечно, будет теперь долгая, но, наверное, оно того стоит. Готовим ещё один снаряд. Ну, по-хорошему, сейчас надо два перезарядить, но мы тогда не успеем его добрать. Поэтому вот так поспешно отправляем в ангар со седьмого. Так, следующий снаряд, и, опять же, нет времени заряжать два. Кидаем по К-91, но снаряд как будто пролетел сквозь него, ребята, такое чувство. Вот вроде точно же кидали в К-91, но дамага я не увидел. Ещё один выстрел и критический урон по Гуслету. А что ж ты такой, блин, зараза, везучий? Так, дальше стоять на этой позиции очень рискованно, потому что там артоводы, оказывается, сюда прокидывают. Ещё недавно эту карту добавили, поэтому так не знаешь. Все места, где опасно-безопасно от арты, ну, или забыл, ну, её в любом случае всё перекопали. Поэтому здесь новые прострелы наверняка появились. Так, К-91 впереди на 320, рикошет нам кидает. И, кстати, уже 2860 СТ-2 танканул. Для первых четырёх минут боя я, ребят, считаю, что это уже вполне нормально. Так, проезжаем вперёд, там Е-100 и Яга Е-100 против бедняги на Проджета-65, которого остаётся, там, 95 хп, и Е-100, походу, его тараном там вообще добрал. Так, аккуратно, потому что счёт 6-6 совершенно не подразумевает удачное продолжение боя. Так, Фош здесь врывается как-то слишком нагло. А ну-ка, подставляй! Подставляй свою крышу. Сейчас мы туда зашвырнём на 426. Так, ещё один снаряд, и тут дуплетиком бы по 62А зарядить хорошо бы было. Так, вот он готовит два снаряда, и всё у нас подготовлено, чтобы сейчас его вынести с одного залпа. Ну что, давай-давай-давай-давай, готовим залп, и... Ох, как на 856-то залетает! И причём 62-й даже не смог нас ни разу пробить. 3-180 танканул, 3-372 дамага, ещё и там 539 асиста откуда-то взялось. Неплохо. Проезжаем вперёд, здесь К-9-101, кстати, нас на 322 пробивает сразу. Ну, мы его вообще пакуем в ангар. И теперь ситуация 4 в 5. Ну, казалось бы, не так всё плохо. Но тут же отправляют в ангар гриля 15-го. Мы пытаемся попасть по 13-105, но это не выходит. Яга Е100, там активно сражается против вражеской Яги, и... Эмм... Она её, походу, побеждает, и как-то 4 в 5 переходят. Прям в конкретный сливон. Теперь 5 противников, ребят, против нас. И я даже не знаю, сможет ли дальше СТ-2 здесь как-то эту всю ситуацию разрешить. Потому что арту тоже забирают. И, походу, это реальная ситуация на медаль Колобанова. Но сможет ли он эту медаль Колобанова взять? Вот в чём вопрос, ребят. Так. Яга там. Е3 получается. 13-105. Две арты. Ну, такой приличный состав, учитывая, что две очень мощные ПТ-шки. Кто знает, как они будут действовать. Ну, в общем, СТ-2 проезжает здесь вперёд. И смотрите, я вам говорил, ребята, вначале про позицию, которая решит весь бой. И она довольно неожиданная. Сейчас увидим, короче. Ставим на каток. 13-105. Хорошо, что есть второй снаряд. Он теряет в скорости, но мы ему оставляем 37 хп. Теперь довольно длительное КД. Придётся пережидать. Уедет ли Светляк? Ну, добери, добери, добери. В последнюю секунду отправляем его в ангар. Честно говоря, здесь повезло, во-первых, танкануть все пульки Светляка. Во-вторых, реально последний уже шанс был его добрать. И если бы он слинял, то много неприятностей бы доставил. Опять же, станет он на захват. Мы где-то там в другом месте сражаемся, например, с Е3 или Ягой. И всё, хана бою. Но повезло. Повезло здесь. Проезжаем вперёд дальше. На защиту своей базы едет, потому что, ну, Яга и Е3 там близко были к нашей базе. И вот сейчас внизу подсвечивается Яга Е100. Ой, у неё много хп. А мы сверху должны, по идее, пробивать. И он танкует на тысячу. Тысячу пятьдесят танкует от Яги. Неплохая позиция, сейчас согласитесь у него. Яга пытается там... В крышу, в крышу лупи. В крышу же будет залетать. Долго думал. Долго думал. Мог, в принципе, и дуплет закинуть. Там Е3. И сейчас две ПТ 10 уровня с солидным пробитием выцеливают не очень-то и супер бронированного тяжа СТ-2. Опять танкуем, танкуем уже Е3. Заметьте, как работает. Такая позиция, казалось бы, неочевидная. Ну, что здесь? Просто такой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Объект 261 сзади выезжает. Сводится прямой наводочкой на 244 по нам. Срочно надо его добивать. Но он сейчас может улететь вниз или нет. Добьём. И как же ему везёт с вот этим добиранием в последнюю секунду. Ну, прям фартит. Унизу Яга Е100. У неё 180 хп. И попробую её теперь выцелить. Так. Она поджимается. Очень сложно сейчас будет попасть. Ребят, пока вы смотрите финалы, как наш СТ-2 пытается разбираться с последними врагами, я хочу быстро вам напомнить, что спонсор этого видоса, ребята, с крутого сайта. На вот кит. Ссылка на них находится в закреплённом комментарии к этому ролику. На вот кит прямо сейчас вы можете выиграть 5000 золота. Для этого пролистайте в самый низ сайта. И просто нажмите кнопку участвовать. Это элементарно. Ну, ребят, реально. Заходите по ссылке в закреплённом комментарии. Жмёте кнопку участвовать. И всё. А тут Т-92 упарывалась. Безумная арта просто. Что первая, что вторая. Они ж могли где-то там вдалеке заныкаться и спокойно настреливать. Но нет. Вместо этого... Вот так сыграли. В общем, ребят, ещё в закреплённом комментарии есть специальный промокод для сайта Воткит. Вводите его при пополнении счёта и получите крутой подарок. Промокод многоразовый. Можете и друзьям, и сокладновцам скинуть. И все они его убедут. И всем придёт бонус. Поэтому записывайте обязательно промокод Бомбилка с двумя О на английском. Он в закреплённом, в самом верхнем комментарии к этому видосу есть. Пролистайте, посмотрите, ребят. Там же ссылка. Как минимум, розыгрыши голды надо зарегистрироваться. Ну и ещё. Тоже напоминаю, что в этом ролике также будет розыгрыш золота от нашего канала. Можно выиграть до 10 тысяч голды. Для участия подписывайтесь. Прожимайте лайк. Врубайте колокольчик в режим все уведомления. Также не забудьте оставить позитивный комментарий. С вашим игровым ником и одет вконтакте. Делайте это, ребята. Вот прямо, прямо сейчас. Серьёзно. Делайте. Подписывайтесь. Лайк прожимайте. И давайте смотреть, потому что СТ-2 уже натанковал 7-260. Казалось бы, не очевидный обычный подъём, а работает как имбовая позиция для танкования. Вот что значит новая карта. И очень интересные позиции иногда появляются. И мы добираем Е3. И помните, я вначале говорил, что у Е3 будет капитально гореть в этом видео, в этом бою. Но так есть, ребята. Как мы видим, Е3 просто становится лёгкой добычей. И сейчас Яга Е100. Последний противник. Что мы будем делать с ним? Выкатываемся. Яга чекает. Очень сейчас опасно. Давай, 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 братюня. Последний шанс. Она же может ваншотнуть железно. У нас 853 хп всего. И башенку видно. Нет, он промахивается. Ребята, лайк прожимаем. И сейчас итоги смотрите. Будет интересно. В конце ещё кое-что скажу. Вот такая победа. 10 фрагов. Классная позиция. Натанковал очень много. Давайте глянем в финальные итоги. Паскучи, Колобанов, Пула, Стальная Стена, Сномной Калибр, Воин. 7155 дамага, 10 фрагов. Опыта, Валом, Медалей тоже. 7260 танканул. Поздравляем игрока с победой. Лайк прожимайте. Вверху справа сейчас другой видос нашего канала. Ребята, появляется. Там я взял во взвод школьника. Да, зацените. Вон, вверху справа. А он там начал матом в чат кричать. Был капец. Очень интересный видос. Всё, ребят, до скорой встречи. Удачи. Увидимся. Пока-пока.